Мы не несем ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель – предупредить вас об этом. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня просто феноменальный, я бы сказал, гость. Андрей Шокин. Чемпион мира, чемпион Европы по бодибилдингу. На самом деле огромное количество титулов, и я думаю, что вы их сейчас все увидите. И все равно неизбежный чемпион мира – Андрей Шокин. Итак, Андрей, расскажи нам, пожалуйста, начнем, так скажем, издалека вообще, как ты попал в профессиональный бодибилдинг. Как это случается? Вообще, как попал в бодибилдинг. Да. Но я не зря одел маечку с Арнольдом Шварценайдером. Это был, правильное слово, был моим кумиром. Сейчас я дорос до такого же уровня. Ну, не буду, ладно, не буду хвалиться. Не люблю хвалиться. Но, тем не менее, у меня спорт вообще начался с карате. Потом была легкая атлетика, акробатика. И однажды, в 1992 году я увидел фильм «Терминатор». И все, зафанатил. Думаю, как вообще-то. В те времена еще не знали, что такое. Слово такое «бодибилдинг» никто не знал. Спортзалов тоже не было. Я стал узнавать, как вообще стать таким, что вообще делать-то надо для этого. Я ходил в карате, там отжимались. Пресс у меня уже был тогда, грудные были. Как таким стать вообще просто? И ребят сказали, что вот есть тренажерный зал. Тогда название такое было в Советском Союзе. Зал атлетической гимнастики. Один на районе у нас был. Я начал туда ходить. Позвал, конечно же, одноклассников. Потому что все это меня так мотивировало. Вообще там еще книжку один мальчишка принес. Как раз таки с энциклопедии современного бодибилдинга с Арнольдом Шварценеггером. Я ее наверняка тоже читал. Да, да. Кладезь информации на тот момент был. И очень много иллюстраций, картинок этих бодибилдеров американских. Тогда у меня глаза горели. Я сказал, что я буду таким же. Заявил всем. Ребята пальцем уиска крутили. Только насмехались. Говорят, да ты че, это невозможно. Но я постепенно, постепенно к этому шел, шел, шел. Но Тураху я прозанимался 10 лет. 10 лет в армии. Служба в армии у меня тоже как бы тягу к спорту не отбила. Наоборот, в условиях каких-то тягот и лишений военной службы. Все равно там занимался. Даже с собой возил штангу в период боевых действий. Про это отдельная история. В период боевых действий возил с собой штангу в самодельную. Лом и два колеса от плуга. Значит, одевал в периоды затиши и там подъем на бицепс сделал. Там всякие разные упражнения, которые получались. Прозанимался я 10 лет. И получается у меня при моем росте 1,84 метра лучшие результаты были такие. Вес 95 килограмм. Бицепс 45 сантиметров. ФАП хватит был. Сейчас вот 50 уже нет. Сейчас уже профессиональный спорт я оставил, так скажем. Все. Это уже в прошлом. Поэтому ты и пришел сюда поделиться с тобой некоторыми своими историями. Историями, так скажем. Итак, дорогие друзья. Я думаю, что голосуйте внизу под видео. Хотите ли вы полностью услышать. Я думаю, что про это можно отдельно рассказать. Историю Андрея. Как не только занимались в 90-е. А вот мне даже больше нравится эта формулировка с самодельной штангой. Это просто уровень мотивации. Мне кажется, любой замотивированный человек, наверное, что-то такое проходил, когда ты приспосабливаешься. Я в армии, кстати, с собой подготовил до службы в армии, подготовил блокнотик в красном кожаном переплете. Небольшой он был такой. В нагрудный карман как раз умещался. У некоторых ребят были библии. Таскали они библии под сердцем. У меня был этот блокнотик. Там были цитаты Арнольда Шварценеггера. Шварценеггер. Там некоторые картинки. В те времена даже фотографии трудно было достать. Я кое-что там вырезал из газет. Помнишь, тогда еще был... Жвачка была, терминатор. У меня вот там эти наклеечки были. Тоже вот я приклеил. Вот с цитатами Арнольда Шварценеггера у меня. Когда вот надо было мотивироваться дополнительно, я открою, почитаю, на эту картинку погляжу там маленькую. И начну там штангу тяготельную на турнике подтягиваться. То есть мотивация была бешеная. У меня днем и ночью это все в голове крутилось. И снилось, когда я тоже однажды как-то выйду на соревновательный помост и покажу себя во всей красе. У меня была детская... Я еще ребенком нашел случайно книжку Джо Вайдера. И, ну, долго сначала просто читал. Мне было лет 12. Вот. И у меня была детская тетрадка. Ну, вот эта вот в линейку, которая... Да, да, да. Я туда вклеивал как раз тоже жвачку. Пишите в комментариях, были ли у вас жвачки такие, наклейки. Это круто. Вайп, как сейчас говорят. Ну, да ладно. Вот скажи, пожалуйста, окей, когда ты пришел вот именно в профессиональный бодибилдинг, что, ну, какое различие именно от профессионального подхода? И просто вот когда ты качался, знакомился, закончил читать эту книгу, получил какой-то потолок, может, через год, через два. И как проходит этот вход в профессиональный бодибилдинг? До потолка, я так скажу, что жизнь у нас в России не такая простая, как, например, у американских бодибилдеров, которые выстреливают уже через 2-3 года, начинают уже выходить на соревнования. В те времена еще это было все не так, все было тяжело, 90-е годы тем более, безработица. Отец на заводе получал там продуктами зарплату, гречка, что там было, гречка, мука, сахар, все, макароны, вот так вот. То есть питание было совсем, у меня была пачка творога в наличии в день из белка, и все. Ни курицы, ни яиц там в те времена даже не было. Вот, и каша, каша, макароны, ну, даже что-то из деревни привозили. Бабушка надо мной смеялась, там пшеницу, обычную пшеницу я брал, которую она курить, кормила курицей. Я ее привозил, замачивал в холодной воде, в чистой, чтобы она давала ростки, пророщенную пшеницу. Таким образом добывал себе витамины, минералы какие-то там, для микробиона тоже. Я про это все читал. Кстати, в свои молодые годы я очень много читал. Тогда не было ни ютуба, ни интерн, ничего не было. Все приходилось где-то эти знания доставать. Знания, которые переходили из уст в уста, мне вообще не удовлетворяли, потому что от себя тяну много несли, и несли в искаженном виде. Я всегда хотел информацию получать от первоисточников. То есть медицинская энциклопедия, какие-то спортивные журналы. Тогда была «Спортивная жизнь России» журнал был. Очень интересный. Там писали еще историю Юрия Власова, его историю тяжелоатлетических, для спортсменов личностей наших России, Советского Союза. Михаил Жаботинский был, Власов тогда, Варданян. Сейчас уж не припомню еще. В общем, эти истории меня тоже вдохновляли. Ну, ладно, я немножко отвлекся от темы. В общем, в Америке идет спортивная карьера у людей, кто серьезно начал заниматься. За 2-3 года, за 4 уже выходит соревновательный помост на сцену. У нас все это выглядит по-другому в те времена. И опять же сейчас, конечно, все это у нашей индустрии выросло. Все это идет быстрее. Но в те времена это шло долго. И у меня, прежде чем появилась реальная цель выйти на соревнования, прошло долгих 10 лет. 10 лет я тренировался, как я уже рассказал. Из белка у меня... У меня еще татья такая есть в моем блоге. Я раскачался на твороге, где я рассказываю, что моим источником основного белка был творог. Как многие хаят творог, говорят, да там нет белка, да там казеин, на нем не вырастешь. Это бред полный. Я ел творог 10 лет. И на нем, вот я говорю, у меня при росте 1,84 метра, 94-95 килограмм я набрал. Такой сухой. Кстати, фото сейчас покажем. У меня есть фотография. Силовые тоже были очень хорошие. Это какой год получается фотография примерно? Не примерно, 2006 год. 2006 год. Как раз таки вот этот переходный период, когда я поставил цель выходить на соревновательную сцену. И на пике, вот так скажем, подведения итогов, 10-летней работы вышло. Силовые тоже там, наверное, надо обозначить. У меня прическа была 165 на 10. Жим лежа 180. Я хорошо жал на раз. Я жал. Подтягивания на турнике были с весом 55 килограмм. Таким вот хватом на 5 раз я мог потянуться. Но ноги не такие были сильные. Вот говорю, 165 на 10 раз я приседал. И становая тяга такая же была почему-то. На разы я на разы не поднимал. И уже потом, когда я понял, что уперся, вот как раз это был мой потолок, на тот момент в 26 лет, 24 килограмма, бицепс 45 сантиметров, все, я уперся. Я чувствую, что никак. Издобавок из спортивных был только креатин. Периодически. Опять же, он тогда стоил космический денег. Первый мой креатин был в 2000 году. Я купил, я потратил на него целую зарплату. Я работал в охране. Пачка была большущая, мне ее хватило на полгода. Вот такие были цены. И когда у меня однажды тоже встал выбор в 2006 году купить новые кроссовки или банку протеина такой еще пошел, ультиматно, тришин. Я пошел и купил банку протеина. Вот настолько была сильная мотивация. Блин, это круто. А то мне сейчас говорят, я не могу есть гречку. Гречку. Вот гречка, это была моя самая любимая каша. Только в дальнейшем я уже понял, что на гречке, например, сейчас я начинаю, у меня основной источник углеводов это рис. Вот прям говорят, а что ты ешь на завтраке? Говорю, рис. А на обед рис. А на ужин рис. А перекус рис. Все время рис. Рис меня наполняет. Если я меняю это на какое-то время, гречку, я начинаю худеть. И причем худеть, что у меня жира вообще нет, то есть пресс, и уходят мышцы, мышцы таят. Это у меня макароны и гречка. Если я перехожу с риса на макароны с гречкой, я худею, то есть теряю мышечную массу. Вот я думаю, что знаешь как, мы будем этого термина очень часто касаться, и многим зрителям, может быть, непонятно, многие даже пытаются в какой-то там условный, полу какой-то, я не знаю, как это обозвать, профессиональный, полупрофессиональный бодибилдинг, но многие недопонимают, что вот конкретно поднаполнять, как это можем мы охарактеризовать. Мышечная наполненность. Когда мышцы становятся более круглыми, и когда ты при тренировке чувствуешь сильное сжение, пампинг, наполненность, это означает, что мышцы как раз-таки получают правильные углеводы, которые идут в энергообеспечение и в гликоген, превращаются в гликоген. Я вот, например, булки ем, они у меня вот идут в жир. Никакого наполнения у меня не происходит. Наполнение происходит только вот, а, еще и от картошки. Картофель, опять же, вареный. Чёрт-чёрт. Да, да. И рис. Все, рис, причем круглозернистый. Есть два вида, есть и белый. Ну, оба белых, это у нас длиннозернистый и круглозернистый. Вот круглозернистый меня наполняет, длиннозернистый не наполняет. Вот вроде бы рис, две разные вещи, два разных продукта. И еще такой момент, что вкусовые, опять же, качества. Я длинный рис терпеть не могу. Мне не лезет. Если бы мне сказали, есть длинный рис, сейчас поменяюсь, мой круглозернистый рис, краснодарский. Это не реклама. Я ем круглозернистый краснодарский рис. Если мне его заменить на длиннозернистый краснодарский, все, я его ни есть не смогу, ни наполниться не будет, ничего не будет. Это для меня прямо ужасный продукт. Вроде рис и рис. У меня рис весь разный, дорогие друзья. Я лично фанат красного. Но я больше еще с пожилыми сталкиваюсь. И когда я назначаю пожилым людям красный рис, там гипопротеиды высокой плотности немножко подрастают. У них же все минимально. Я все виды рис пробовал. Мне очень нравился одно время был не басмати, а еще такой есть. Он бура, что-то какой-то не чисто бура, забыл, как он называется. В общем, когда пробовал кушать, тоже было хорошее наполнение. И он прям залетал. Можно было съесть даже больше, больше, чем можешь, как сказать, хочешь. Ну, был вкусный. Сейчас что-то я его не могу найти, пропал. Опять же, для зрителя уточним. наполнение, поправь, если я как бы все равно профессионально все же настолько не касаюсь бодибилдера. Это же мы не обязательно говорим о том, что там будет какая-то разница в весе. Мы говорим именно о качестве. Именно о качестве, все верно. И в принципе мы же можем говорить о том, что если человек все-таки хочет выглядеть эстетично, как бодибилдер, плюс-минус какой-то уровень, он всегда к этому должен стремиться, он должен быть наполненным, не просто там весить какое-то количество массы. Быть сухим и наполненным с выраженной мускулатурой. Совершенно верно. Для этого нужно соблюдать пить его режим, адекватное количество углеводов, которое подходит именно ему. Кто-то, кого-то наполняет с макароном. Я просто сейчас рассказал свою историю, поделюсь в свою руку. У меня есть знакомые ребята, которые прекрасно едят макароны, их с макароном наполняет хорошо. И по моим наблюдениям я заметил вот эту корреляцию, вот эту разницу в разнице группе крови. Вот с первой группы крови наполнение идет вообще у всех от любых продуктов. Просто едят и наполнены. У меня вторая группа и у меня вот такой вот избирательный как-то вот работа. Скажи, пожалуйста, здесь более точно я уточню. Не было такого опыта возможности, что можно было, ну, допустим, не только тебе, а каким-то твоим подопечным. В какой-то период ты мерил инсулины, между инсулином и на полность? Нет, такие эксперименты не делал, к сожалению. Таких не было, да? Я все-таки и спортсмен и тренер, но в медицине я тоже много чего знаю, но такие эксперименты не делаю. Просто проверяю свой организм, тестирую, кстати, анализы сдаю. Два раза в месяц у меня стабильно на гормоны проверка идет, чтобы не было расшатывания. И раз в квартал, самый частый раз в квартал проверяю анализы печени. Ну, два раза в год это минимум, а бывает раз в квартал сдаю. На будущее, скажи, мы сможем со зрителями поделиться, может быть, какой-то частью анализа, что-то рассказать? Да и вообще я открыт полностью для разговоров и покажу все. Все свои болячки могу рассказать. Я для этого сюда пришел, чтобы поделиться со зрителями тем, чего делать, может быть, не надо и как более тщательно следить за своим здоровьем, чтобы не было проблем, которые, например, были у меня. Скажи, пожалуйста, мы начнем издалека. Если разобрать питание, какие именно у тебя разбираем все-таки сегодня больше тебя, какие наиболее такие вот за твою карьеру были ошибки в питании, ну, то, что не стоило бы делать, ты бы сейчас вернулся сам, да? Я вот об этом, кстати, думал недавно, хотел написать пост. Какие бы я советы дал сам себе, отмотав пленку, ну, к примеру, даже на 10 лет и то были бы уже значительные изменения. Я бы полностью убрал сахар, вот прям полностью, да. Сахар у нас же, не мне тебе рассказывать, что это в первую очередь сахар, это сильнейший провокатор воспалительных процессов в организме. Как раз он и провоцирует у нас в том числе и воспаление связок суставов, когда идут перегрузки, ну, и плюс с кишечником тоже проблемы возникают. Плюс еще и кровь, текучесть крови, это у нас вот эти холестериновые бляшки, многие думают, что если ешь холестерин, там только от холестерина от повышенного образуется. Нет, сахар тоже это провоцирует. И воспаление, стенки сосудов воспаляются, вот все вот это. Я бы, конечно, сахар в первую очередь убрал. Ну да, ассоциация такая, я вот сейчас поел обязательно свинины какой-нибудь, только на ней, если я ее есть не буду, а булочки с маком там политые сгущенки, то все нормально. Да, да, ну дорогие друзья, мы возвращаемся к базису моего канала, тут уж в каждом видео просто видите, не один я, любой человек, который касается здоровья. Питание в первую очередь, да, питьевой режим питания, но питьевой режим у меня всегда был хорошим. У меня почему еще от многих есть отличие от многих спортсменов, любителей, в том, что я сразу стал читать базовые понятия о правильном питании. Это была, первая моя книжка была Поля Брега, американского диетолога, где он писал, что такое белки, жиры, углеводы, где содержатся, как они перевариваются, какие нужны индии ему для этого, какое количество времени. У меня одно время было раздельное питание, я прям придерживался четко раздельного питания, но потом понял, что это мешает мне дальнейшего прогресса, то есть я какого-то результата добился, не было вообще никаких там вздутий, воспалений, просто я про это не знал, вообще не знал, что такое жога. Вот это все раздельное питание. Плюс и усвоение пищи было полноценным, прям это чувствовалось, что живот всегда втянут, никаких вздутий, еще раз повторюсь, про вздутия. Раздельное ты бы ЖУ разделил? Да, ну, знаешь как, углеводы я не делил, там еще и была такая, так скажем, схема, чтобы один углевод только за прием. Нет, я такое не делал, но вот белки с белками я тоже совмещал, например, углеводы с углеводами не совмещал, ой, совмещал тоже. И углеводы с жирами ел, и белки с жирами тоже ел, вот так. То есть, не прям полностью, вот белки, тут жиры, тут углеводы, так, конечно, не делил. Но он об этом все писал, как раз таки, кто сейчас пытается делать раздельное питание, они совершают массу ошибок, из-за того, что много-много информации с самой противоречивой. А тогда у меня была одна книжка, и все, вот он доктор, диетолог, аналогов не было, как говорится, мне поэтому не нужно было выбор делать никакой, и путаться в том числе. С этим проще, конечно, сейчас гораздо больше информации, даже... Путанец огромное, да, информационная атака идет просто со всех сторон, да, в YouTube включаешь, даже в Instagram, в Instagram тоже куча диетологов, кто что говорит. Окей, окей. Ну, смотри, давай потихонечку начнем двигаться в более профессиональное русло. Вот с какого года у тебя началась прям конкретно профессиональный подход и, соответственно, карьера, так скажем, выступательная? Ну, тут надо сразу внести понятие, что профессиональный бодибилдинг это не просто выйти на сцену. На сцену выходят любители, но тут очень важно сделать четкую грань, когда мы называем любителей. Есть любители, которые тренируются в зале и не выступают, и вот те, которые тренируются и не выступают, они типа любители, а кто выступает, это профессионалы. Тут надо пояснить, что нет, кто выступает, это тоже любители, но уже в спорте, когда смотришь со стороны не просто, а со стороны спорта. Есть любительские бодибилдинги, есть профессиональные бодибилдинги. любители, которые выступают, например, по России и не выходят за рубеж, а потом, когда ты достиг, например, уровень чемпиона Европы и мира, получаешь профессиональную карту и ты уже можешь конкуренцию составлять и идти выступать с профессионалами. Тут тоже такая разница, то есть тут надо тоже понимать. Ладно, я перейду ближе к делу. В 2006 году я стал задумываться о соревнованиях, поставил себе четкую цель и перешел на темную сторону. Друзья, сейчас информация будет только в ознакомительных целях, никаких рекомендаций я давать совершенно не буду. Вот это все ай-яй-яй. Как вы видели в начале видеоролика, дисклеймер, кто забыл, можете к нему возвратиться и пересмотреть наш дисклеймер еще один раз. Я думаю, что он сейчас еще раз появится. Да. И как и у всех, у большинства первое мое знакомство было это метандростенолом. Только не наш отечественный. У нас и в аптеке он продавался. Я об этом не знал в те времена. Вот мне там удалось достать, сейчас не припомню уже, то ли индийский он был, метандинон. Метандинон. Назывался он Данабол. Знаменитое такое название. Пятимиллиграммовые таблеточки. Мне еще сказали, смотри, не глотай на печень, там токсичность такая. Пауэрлифтеры мне говорили, только под язык, только под язык. Я клав под язык, все ждал, до еды, из инструкции такие. Проел я, сколько мне пачки хватило, на 40 дней. Такая цифра интересная. 40 дней. Спрогрессировал я, конечно, колоссально. Это был самый мой первый курс. И вложишься под штангу и уже млежу начинаешь делать, там просто как будто домкратом поднимается. Я сейчас уже не припомню, сколько я прибавил килограмм. Но прибавил я так, в принципе, с водичкой, так залило хорошо меня. Но при этом форма все равно была, так как я не предположен в полноте. И на тот момент у меня тогда были короткие курсы. Вот 40 дней я прохимичил. Я тогда считал, что все, я, блин, химик стал химиком. Полтора месяца был отдых. Что-то я там попил корсил. Корсил после обязательно надо пить корсил, пропил. И потом второй мой препарат, это был нандролон деканаат. В те времена он тоже назывался ритабалил, но мне посчастливилось тогда достать нандролон деканаат. Фирму тоже забыл. Тогда еще такие коробочки были по два флакончика, по два миллилитра. У меня была всего одна коробочка, я ее купил за бешеные деньги. Помню что-то тогда. И что-то я растянул тоже на месяц-полтора, что ли. На полтора, наверное, или на два месяца. Сейчас уже тоже не припомню. И потом тоже отдых составлял где-то такой же промежуток времени. Ну и вот так потихоньку-потихоньку я шел вперед, потихоньку набирал. Откаты были небольшие. То есть два шага вперед, шаг назад, два шага вперед, шаг назад. И потихонечку вот за два года я достиг такой формы, которую мне мой тренер первый сказал, что все, ты готов к соревнованиям и можно выходить выступать. Я как раз жил в Ульяновске, приехал сюда в Самару и стал последним в своей категории. Но мне это так понравилось. Я во-первых вспоминал все инструкции Арнольда Шварценеггера в книжке. Он говорит, прежде чем выйти на сцену, вы должны войти в зрительный зал посмотреть, что это не страшно. Он тогда давал инструкции. Это вообще не страшно, это классно. Посмотрите на людей даже, которые будут выглядеть хуже вас. Я посмотрел, там ребята такие выходят. Даже на тот момент, когда я был первый раз выходить, должен был, я посмотрел, хуже меня выходит. Им весь зал хлопает, поддерживают. Я думаю, ну если уж им хлопают, тогда это точно не страшно. Полный был зал, в Доме офицеров проходил турнир. И когда пришел черед нашей категории выходить, Алексей Шайкин тогда был, Виталий Николаев, Арам Алекситя, мы вышли. Пять человек у нас было, что ли. Я пятым стал всего. Не многочисленная категория. Но такие эмоции, такой драйв у меня был. Я понял, что это то, чем я буду заниматься всю жизнь. И хочу дальше двигаться, как я и мечтал. У меня сразу была мечта стать как Арнольд Шварценеггер, добиться титул Мистера Вселенной. Про Олимпию я даже не думал. Не было такой мысли почему-то. Но Мистером Вселенной я всегда хотел стать. Это была цель, которую я говорил. Ребята, смотрите, я такие же фотографии показывал. И уже через 10 дней я поехал на турнир в Казани и там выиграл. Учел все ошибки, которые на сцене были. Подводку улучшил. Тогда я что-то фуру семит еще выпил, обезвожился. Ужасно. Судороги были. Но я все утерпел и показал форму достойную. И выиграл. В общем, когда радости было не просто через край вообще. Это меня очень взбодрило. То есть, по сути, уже вторые же, да, получается? Да. Два турнира у меня получилось вот в первом сезоне. Первый турнир был пробный, а второй уже такой прям на пределе. Меня вызывали четыре раза четыре сравнения было. Крутили, вертели со всех сторон. Там еще, кстати, к слову сказать, не надо хвалиться, не люблю хвалиться, но был прошлогодний чемпион мира. Это федерация НАК. Сразу скажу, что не в BB. Я сначала в BB не выступал. Это только потом, спустя какое-то время. Там надо быть кабанчиком таким в BB. Я был довольно таким стройным все равно. По меркам соревновательного бодибилда я был стройным. То есть, в то время они тоже различались, я имею в виду, по требованиям. Это всегда было глобальное значение. Поэтому я выбрал федерацию НАК, в которой все-таки были не такие массивные спортсмены. И там главные критерии были – это пропорции и симметрия. Не было на первом месте массы. Я вот на таких турнирах выступал, выбирал. А дальше уже, когда я набрал больше мышечной массы, раскабанил, так скажем, уже и пошел в BB. Тоже неплохо выступал. Всегда был в стройке призеров. И, ну, список у меня там больших таких турниров, где я занимал. И первые места, и вторые, и третьи. Ну что ж, дорогие друзья, на этом выпуск у нас первый подходит к концу. Если вы хотите услышать главные подробности, соответственно, что потом происходило с Андреем, как он достигал своих высот, и что самое главное мы услышим про здоровье, наверное, да? Обязательно. Расскажу про свои самые главные ошибки, которые я допустил, применяя запрещенные препараты. Вот так вот, дорогие друзья. Так что те, кто не подписался, подписывайтесь на канал. Те, кто не поставил лайки, ну, я думаю, что вы их проставите. И, конечно же, комментарии, потому что я думаю, что когда их наберется достаточное количество, мы сможем отдельный выпуск. Да, ответить на все вопросы. Подробно расскажу все, прям вот ничего не утаивая. Я, наоборот, пришел для этого, чтобы рассказать всю правду. И как это вот вообще все на деле происходит. Многие профессионалы об этом не рассказывают. Я хочу поделиться своей историей, рассказать все от начала и до конца. Совершенно открыто. Так что, дорогие друзья, с вами был Андрей Шокин, чемпион мира, Европы. И да пребудет с вами здоровье. Мы не несем ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель – предупредить вас об этом. Спасибо. И еще и неизвестный чемпион мира, Андрей Шокин! И ещё и неизвестный чемпион мира – Али Рудобараки!